Ну что, здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами почитаем сказку. Я даже приготовила специально для вас книгу. Написали ее братьев Рим. Вы, наверное, знаете о них. Жили-были давным-давно в Германии два брата, Якоб и Вильгельм. И они были очень интересующиеся, молодые люди. Очень любили слушать сказки. Слушать именно потому, что в те далекие времена прочитать сказку было невозможно. Не было книг со сказками. Их можно было только услышать. И вот Якоб и Вильгельм слушали очень много разных сказок. А потом решили их взять и записать. И записали огромное количество сказок. А потом в типографии появились книги-сказки братьев Рим. И вы, конечно, многие из них знаете. Временских музыкантов и Белоснежку. Конечно, все мы знаем сказки братьев Рим. Но сегодня я для вас приготовила другую удивительную сказку, которую знают немногие. И сейчас открою книгу и посмотрю, где она у нас прячется. Нашла. Называется наша сказка «Стоптанные башмачки». Или же, как тут написано, «Стоптанные туфельки». А что же это за слово-то такое «Стоптанные»? Я даже задумалась, но смогу вам объяснить. Когда вам мама покупает каждое лето сандалики, они же какие новенькие, чистенькие, аккуратненькие. А когда вы все лето бегаете в этих сандаликах, во что они превращаются? В стоптанные некрасивые сандалии. И вот наша сказка как раз и будет про стоптанные и некрасивые башмачки или туфельки. Но тут возникает вопрос, а кому же эти туфельки принадлежали? Вам интересно? Давайте смотреть на картинку. Что вы на ней видите? Короля видите? Я тоже вижу короля. Значит, сказка будет про короля. А что король держит в руках? В одной руке у него свечка. Это значит, что электричество в те далекие времена еще не изобрели. И свет шел от свечи. А что у него в другой руке? Я вижу ключ. Он только что запил дверь. Дверь в спальне. А кто в спальне? Не догадываетесь? Дочки. В спальне король запер своих дочерей. И было их у него ровно двенадцать. Зачем же он их запирает-то в спальне? Король, а король? Что-то он нам не рассказывает. Придется нам с вами сказку читать, чтобы узнать, что произойдет дальше. Но знаете, в нашей библиотеке сказки не только читают. Их еще и рассказывают и показывают. И мне пришла в голову замечательная идея. Сказку вам показать. И для этого я даже сама сделала короля. И если вы меня спросите, из чего я его сделала, вы, наверное, очень сильно удивитесь. Такого короля в магазине не купишь. Такого короля можно сделать из деревянной лопаточки, которую ваша мама переворачивает котлетку или картошечку, когда жарит. Знаете? Короле лопаточку, да? Так вот, жил-был король. И, конечно же, у него была жена королева. Королева, конечно, тоже будет не в магазине купленная, а самодельная. Показать вам королеву. А вот и она. Вот она, королева. Кажется, я ее сделала из деревянной ложки. И у вашей мамы такая деревянная ложка тоже есть. И если вам, ребята, захочется поиграть в эту сказку, так же, как играю в нее я, смело просите у мамы лопаточку и ложку. Но обязательно просите, сами не берите. Договорились? Жили-были король и королева. И у них было 12 дочерей. Да, 12 это, наверное, очень много. Может быть, мы придумаем, что их было поменьше? Придумаем. Пусть будет хотя бы две или три. Король с королевой не против. Это так, говорит король. Дочки, где вы, мои дочки? Дочки? А дочки не идут. Все потому, что, кажется, нам их самим придется смастерить. Ребята, сейчас уж я точно не обойдусь без вашей помощи. У нас есть король, у нас есть королева, а принцесс вам придется сделать самим. И если король лопаточка, а королева ложечка, то пусть принцессы будут вилочки. Вилочки можно также попросить у мамы. У меня есть волшебная коробочка, в которой лежат вилки. И как вы видите, ребята, они даже не деревянные, а самые обыкновенные, пластиковые. А что же нам еще понадобится, кроме вилок? Кроме вилок нам понадобятся, конечно же, тряпочки. Ведь наши принцессы будут одеваться в платье. Я подумала, что каждой принцессе захочется платье в цветочек. Да? А может быть, в зеленый цветочек? Смело упросите у мамы самые разнообразные тряпочки. Также вам понадобится скотч двухсторонний, понадобится фольга. Вот моя фольга золотая на бумажной основе. Но какую фольгу найдете, там вам вполне и пригодится. И, конечно, понадобятся ножницы. Я пользуюсь еще одним замечательным устройством. Это тоже двухсторонний скотч, но уже поделен на очень удобные квадратики. Если у вас такой есть, это здорово. А если такого скотча нет, вы можете использовать обычный в рулончиках. Просто отрезать маленькие кусочки. Выбрав вилочку, которая, как вам кажется, вполне достойна для того, чтобы стать принцессой, давайте с вами определимся. Внизу у нее будут ножки, точнее, одна ножка. Но мы придумаем, что она как балерина. Прижала ножки близко-близко к друг другу. И голова. На зубчики мы намотаем волосики. А чтобы эти волосики не сускочили с головы, нам и понадобится скотч. А из чего делать принцессе волосы? Все очень просто. Нужно у мамы попросить клубочки ниток. Они могут быть совершенно разных цветов. Если вы возьмете рыжий клубочек, то волосики будут рыжие. А если цвет ниток будет переходить из рыжего в желтый в белый, значит принцесса будет вот такая. С удивительными разноцветными волосами. Может принцесса быть и блондинкой, а может быть у нее будут волосы цвета пшеницы. Пожалуй, вот на этих волосиках я и остановлюсь. Беру ниточку, кусочек скотча на головке, отлепляю защитный слой и накладываю ниточку прямо на скотч. Вот смотрите, она крепко держится и не падает. А потом начинаю аккуратно наматывать волосы на головку принцессы и пальчиком осторожно к скотчу приклеивать. Наматываю, 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 наматываю. К самому концу, к самому концу зубчиков я ниточку не наматываю, потому что тогда волосики могут соскочить с головкой. Наматываю, наматываю, пока у меня не останется маленький-маленький кусочек, который я завязываю узелком. Так. Даже двумя узелками, чтобы не развязалось. Посмотрите-ка, мне очень нравится такая прическа. Я могу отрезать ножничками вот эти концы, а могу так и оставить. Вдруг у принцессы будет вот такая симпатичная прическа. Я, пожалуй, сделаю вот так. У принцессы есть голова. Осталось сделать платье. Какой мне выбрать цвет? Пожалуй, платье у принцессы будет в нежный розовый цветочек. Ножницами мне нужно отрезать небольшой прямоугольник на глаз. Видите, я не использую выкройку, не использую линейку. Я делаю все очень просто. И еще мне понадобится кружево или просто красивая тесьма, чтобы платье завязать. А чтобы оно неожиданно не упало с принцессы, мы опять используем скотч. В этот раз он у самой шейки. Снимаем защитную пленочку. Укладываем принцессу прямо на платье. Только, ребятки, красивая сторона у платья должна лежать на столе. Серединку. А потом платье запахиваем. Раз. Два. Хм, какое-то квадратное получилось. Так не бывает. Конечно, не бывает. Но если мы нашим кружевом завяжем у самой шейки узелок, то, кажется, у нас и получилось самое настоящее у принцессы платье. По крайней мере, голенькое нашу принцессу уже никак нельзя назвать. Кто-то меня спросит, а где же у принцессы руки? Но если вам очень нужны руки, то, пожалуйста, нафантазируйте, что руками будут вот эти завязочки. А с другой стороны, может быть, руки и не очень уважны. Где вы видите руки у короля? Нет? Ведь наши куклы не самые настоящие куклы, а театральные куклы, да? И разные подробности весьма условны. Глаз-то тоже нет. Но если вам очень хочется, вы сможете их всегда нарисовать. Кажется, наша принцесса готова. Но не совсем. Чем принцесса отличается от самой обыкновенной девочки? Конечно, короной. Из чего же нам сделать корону? Я вас сейчас научу. Как я уже говорила, фольга и скотч творят чудеса. Отрезаем кусочек скотча. Приклеиваем на липкую сторону фольгу. И у нас получился кусочек бумаги. С одной стороны скотч, а с другой золотая фольга. И вот из этого кусочка мы с вами, вырезая аккуратно зубчики, сможем сделать для нашей принцессы корону. Вот у меня и получилось в три приема. С одной стороны наша корона золотая, а с другой стороны желтенькая, потому что это защитная пленка у скотча. И я беру... Вот это, пожалуй, самый сложный этап работы. Нужно опять отлепить защитный слой у скотча. Мы отклеили скотч в защитную пленочку от нашей короны. И приклеиваем нашей принцессе корону прямо на прическу. Вот наша принцесса. И готово. Сейчас она может посмотреться в зеркало. Как вы понимаете, зеркало у меня тоже самодельное. И увидеть, какая она замечательная красавица. Точно таким же способом мы можем сделать для принцессы сестру. Правда? Ведь в сказке была не одна дочка, а несколько. Пусть у нас будет две. На голове у нее корона, завязки кружевные, платья. 12 принцесс мы с вами договорились не делать. Хотя, конечно, когда вы будете дома играть, эту сказку вы можете сделать не только 12, но и 112 принцесс. А я решила, что пусть в моей сказке будут принцесс две. И вот у нашей принцессы появилась сестричка. Волосы у нее немного отличаются оттенком, и платье синее. А так, сразу видно, что сестренки, потому что обе из вилок. Вот они, наши красавицы. Итак, друзья, мы с вами смастерили принцесс, и пора возвращаться к нашей сказке. Король, королева и их замечательные дочки. Но только с дочками проблемы. Дочки по ночам стаптывают башмачки до самых дыр. И спрашиваются, где это по ночам дочки могут стоптать свою обувь. Король для решения этой проблемы издал указ. Папа-король подходит к своим дочерям и говорит. Ну что, дочери мои хорошие, время к вечеру, пора ложиться спать. Знаю я, дочки, что ночью вы, наверное, готовите мне опять сюрпризы. И опять ваши башмачки наутро будут стоптанными. И специально я издал указ. Объявил по всей стране. Тот принц, который ночью выследит моих дочерей, не сомкнет глаз и проследит, где мои дочери по ночам стаптывают свою обувь. Тот принц выберет себе любую из моих дочерей в жены. И, конечно же, унаследует все мое королевство. Да, такой указ я и сдал. Да только вот никто не мог из принцев проследить, где же мои дочери стаптывают обувь. И тогда мне на ум пришла замечательная идея. И я позвал солдата. Эй, солдат, ну-ка заходи сюда. Как солдат удивилась дочери? Очень просто. Солдат сказал, что обязательно вас выследят. Так что укладывайтесь спать. Скоро он подойдет. И принцессы стали укладываться спать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!